Селы и деревни Ульяновской области оснащаются мобильной связью четвертого поколения. Только за год новые вышки сотовой связи установили в 17 районах. Они обеспечивают бесперебойным интернетом и качественной сотовой связью 25 малых населенных пунктов. Гульнара Шарипова продолжит. Здравствуй, мам. Как дела? Все хорошо? С праздником? Связь с мамой, живущим в соседнем поселке, больше не прервется в самый важный момент. Всех своих четверых детей продавец сельского магазина теперь может одномоментно подключить к онлайн-занятиям. Вот уже несколько месяцев в ломах работает новая сотовая вышка, которая помогает забыть о старых проблемах. Когда выходишь в интернет, грузил, 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 даже какое-то видео, картинки посмотреть, ничего. Сейчас 4G, вообще хороший, все везде ловит. Сама связь сотовая тоже очень хорошая стала. Теперь даже, не знаю, с подвала, наверное, можно позвонить. До того было местами только. Когда не было вышки, было местами. То есть я в доме даже в разных пунктах не мог позвонить. А сейчас все есть. Программу устранения цифрового неравенства в регионе запустили в прошлом году. Финансирование полностью из федерального бюджета. Установили и запустили уже 25 вышек. Это вышки, скажем так, самого высокого класса. Они дают нам возможность 4G и ЛТР. До финиша проекта в 2030 году планируется обеспечить беспроводным интернетом и качественной сотовой связью 348 деревень и сел Ульяновской области. Подобные базовые станции в 2022 году появятся еще в 28 населенных пунктах. Каких именно решали путем голосования на портале Госуслуг. Его участниками стали более 7 тысяч жителей региона. Кто оказался самым активным и первым получит хороший интернет, станет известно в конце января. Гульнара Шарипова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.